Здравствуйте, дорогие соотечественники! 15 октября 2020 года, время по Астане 17.15. Этот эфир я делаю в записи, потому что у меня два дня назад заблокировали YouTube-канал. Ну, думаю, может разблокировать на днях. Так. Ну, тема сегодняшнего этого эфира, записи, это события в мятежной братской республике Кыргызстан. Сейчас последние новости, два часа назад новости поступили. Сарамбай Жембеков написал прошение об отставке. Мы, граждане Казахстана, с интересом следим за событиями в Кыргызстане. Мы искренне желаем, чтобы там народ нашел пути для того, чтобы улучшить свою жизнь. Ну, через что это обычно идет? Через избрание народной власти. Здесь сразу хочу сказать, что я, честно говоря, не рад, что Жембеков ушел. Жембеков, на мой взгляд, в команде Садыра Жапарова не было необходимости оказывать на него давление и его выгонять. В принципе, заручившись поддержкой народа, большинство, это видно всем издалека, можно было работать в правовом русле и добиваться чего? В первую очередь провести справедливые выборы. Вот я сразу хочу отметить, я, возможно, сейчас это мои слова вызовут критику. Очень много людей, которые поддерживают Жапарова, звонят мне, пишут комментарии, я смотрю, да. Ну, я что вижу, то говорю. Жапаров не совсем грамотно поступает. Он спешит, я не знаю почему. Здесь есть законы, есть конституция, надо соблюдать. Это одно дело, когда представители Саулов, да, ну, групп населения что-то хотят требовать. И совсем другое, когда политические деятели, в частности, Садыра Жапаров два раза был депутатом. Мало того, он возглавлял комитет по судебной правовой реформе, всего, конечно, он должен был быть юридически грамотным. Вот эти, как только его, первый раз его, в гостинице определенную группу депутатов выбрали премьер-министром, он сразу заявил, что сейчас я, говорит, буду менять конституцию, что он там, правила буду менять, говорит, выборные. Но это не его полномочия. Его-то избирали на определенный короткий срок. Там невозможно ни конституции изменить, да, да и нет смысла. Ну, он же, не я в Кыргызстане живу уже, он же живет. Он должен понимать, что меняли уже конституцию-то. В 2005 году была революция. Потом, в 2010 году, на волне народной любви пришел этот Бакиев, Курмабе, Бакиев, да, Ахаева изгнали, не справлялся парень. Ну и что, потом, в 2010 год наступил, Бакиева выгнали. Роза Атумбаева, временный президент на тот момент, вот как сейчас временный премьер-министр, у ней полномочия были, она провела эти реформы, внесли изменения в конституцию, которые, как считали в то время юристы, все депутаты соответствуют всем интересам общества. Ограничение срока президентства одним сроком, шестиветний срок дали, да, по выборному законодательству подобрали все законы, которые были оптимальны на взгляд общества. Ну, ничего же это не дало, же пришел Атамбаев, отработал, сейчас это в 2017 году, он отработал, ушел, но выборные обязательства, которые он говорил, он же не выполнил. Ни Ахаев не мог поднять экономику, ни Атамбаев, пришел Джеймбек, три года отработал, он ничего не смог сделать, поднять. Главный вопрос, что, вот на мой взгляд, это поднять экономику, улучшить жизнь населения, и естественно, конечно, чтобы в Казахстане была демократия, чтобы люди могли избирать выборные органы и избираться. Насчет избираться мы, казахстанцы, видим, да, партии есть, но что здесь, вот, допустим, реформ, я же говорю, Роза Атамбаева сделала, реформировала законы, да, а что проблема в чем? Проблема в криминале. Вот я первый же свою тему, когда освещал, первые дни, сказал, что сейчас криминал в Казахстане рвется к власти. Это не только я замечаю, вот я, дорогие друзья, сейчас зачитаю, это посольство США 13 октября в Казахстане выступало заявлением относительно ситуации в Казахстане. США поддерживают мирный демократический переходный период в Казахстане. Очевидно, что одним из препятствий на пути демократического прогресса является попытка организованных преступных группировок оказать влияние на попытку и на политику и выборы. Об этом свидетельствует подкуп голосов во время выборов 4 октября, насилие и запугивание на площади Аллато 9 октября, а также нарушение на заседании парламента 10 октября. Посольство США, это главная страна в мире, они тоже констатируют, они там находятся, ситуацию, в отличие от меня, видят лучше, у них больше ресурсов. США поддерживают усилия политических лидеров гражданского общества и ученых-юристов по возвращению политической жизни страны к конституционному порядку. Граждане и их лидеры должны продолжать борьбу против влияния организованной преступности и коррупции на политику. Конечной целью должно быть соблюдение конституции Казахстана и верховенства закона. Да, друзья, вот как бы это ни было, знаете, может быть, кому-то неприятно отслужить, должна конституция соблюдаться и верховенство закона. Не может просто сейчас, ну, сейчас, да, вот, Любовь обрел, Садыр Жапаров, большей части населения. И он входит в власть. Ну, надо соблюдать, здесь я вижу, это, в Казахстане, определенные условности закона. Тем более, ничего не мешает. Вот не надо было этого давить на этого Джеймбекова. Он же согласен провести выборы. Следовало провести выборы, потом согласен он сделать и на парламентские выборы, и на президентские выборы. Вот следовало провести парламентские и президентские выборы. И люди, заручившиеся уже легитимно, официально властью в парламенте и президента, они уже, пускай, думают это, как проводить реформы. Здесь Садыр Жапаров берет на себя многое, лишнее на мой взгляд, да, пытается, хотя ему там в рамках отведенных вот этим исполняющей обязанности премьер-министром на срок проведения выборов парламентских, он берет лишнее. Вот не надо, по-моему, это было делать. И США тоже замечают, что юристы там замечания делают, это генерировать нельзя. Если не будет определенного консенсуса в обществе, это будут дрязги, это будет, знаете, конфликт большой. 13 октября в Бишкек по поручению президента России прибыл. Заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, так об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызской республики, он встречался с Жембековым и Жапаровым. О чем они договорились, не сообщают, это была информация 13 октября. Но сегодня мы понимаем, о чем они договорились. Вот сегодня информация пришла, дает спутник Лайф. Россия приостановила финансовую помощь Кыргызстану до стабилизации политической ситуации в стране. Так, и здесь расшифровывают. Лайф выяснил, что это реакция Москвы на нарушение договоренностей, достигнутых несколько дней назад между Россией и исполнителем власти Кыргызстана. Суть договора состояла в сохранении стабильности в стране. Сарамбольд Жембеков должен был провести парламентские выборы, назначить выборы нового президента и лишь затем уйти в отставку. Премьер-министром, кто навелся Садыр Жапаров, обе стороны согласились с этими условиями. Понимаете, да? Козак был, Жапаров, Жембеков сидели, втроем договорились. И это правильно. Вот я очень критически отношусь к роли Кремля. Я это открыто заявляю. Но вот такой именно подход к делу правильный. Надо было... Вот этот Жембеков, он легитимный. Вот он сейчас назначить должен был... Он эти досрочные парламентские выборы, перевыборы и досрочные президентские выборы. По носу он получил жестко. Он бы не стал сейчас лезть. Мы же понимаем, да, друзья? Это же не самоубийца. Ну, получается, сегодня под влиянием масс людей, которые его поддерживают, опять, видать, надавили. Этот Жембеков ушел. Вот теперь здесь юридические коллизии. Много может наступить. Понимаете? Там есть конституции. Как проводить выборы. Как проводить изменения конституции. Вот не может исполняющий обязанности премьер-министра Жапаров по конституции инициировать изменения конституции. Понимаете? Вот эти хитросплетения, знаете, это как Гордиев узел. Здесь нельзя, как раньше было, в средние века, прийти, Гордиев узел разрубить. Гордиев узел надо распутывать. Вот у нас есть такое слово, да, халкна козметету блемня немес манезден. Это приписывается выдающемуся политическому деятелю Казахстана Алихану Букиханову. В свое время он был одним из организаторов первой партии Алаш. Халкна козметету блемня немес блемня. Это сто лет назад было сказано, что служить народу больше зависит не от образования, знания, а от характера. Я вот с этим утверждением не согласен. Это было актуально сто лет назад. Сейчас ситуация поменялась. Сейчас надо переиначивать это слово, мудрое такое пожелание. Халкна козметету манезденда блемненда. Служить народу это важно и образование, знания и характер. Вот здесь мы видим характер воли больше чем достаточно кыргызского народа. Одного выкинули, второго, третий вот избирается. Ну чем закончится, если люди, которые приходят во власть, не найдут главного? Путь, по которому должна пойти страна. Путь, который приведет страну к расцветанию по длинной независимости. Я еще раз повторюсь. И Бакиева на ура принимали. И Атамбай приходил, да, любовью пользовался. Жиенбеков три года проработал, что они не сделали. Они не нашли выход этого Кыргызстана из кризиса. Каждый после прихода к власти какой путь проделывал? В Кремль просил деньги. Ему давали деньги. Он содержал республику в определенное время. Деньги кончались, народ свергает. Следующий президент приходит к власти. Что он делает? В Кремль просит деньги. Сейчас чем закончится? Вот сейчас, я так понял, Садыр Жапаров испортил отношения с этим Кремлем. Кремль ненавистный. Я тут не сторонник Кремля. Кремль ненавистный, да. Но тут никогда нельзя их прямо переть. Это политика очень искусное дело. Надо пройти между Сылой и Харибдой. Ему нужно было такую выстроить. Садыр Жапаров вот здесь вот ошибку сделал. Сейчас Садыр Жапаров будет иметь противостояние не только со стороны своих политических оппонентов в Кыргызстане, но и с Кремля. Ему еще рано бороться с Кремлем. Это нужно было консолидировать общество. А чтобы консолидировать общество, нужно вот эти все процедуры пройти, выборы, заручиться мандатом президента страны. И потом самое главное, я же еще повторюсь, в пятом году была революция, в десятом году, вот сейчас двадцатый год новый, да. Программа развития страны нужна. Я не вижу, честно скажу, программу, вот я сейчас интересуюсь в политической ситуации в Кыргызстане. Я не вижу ее программу. Я здесь сижу постоянно, у меня сейчас в командировке, показываю, вот программа движения «Еркогаза», вот мы как будем работать, экономику как поднимать, промышленность, банковская сфера, социальная сфера, сельское хозяйство. Ну, должна быть программа политической организации с четким видением проблем, которые есть в стране. И самое главное, как они представляют их решение, эта программа. Не было ни у Бакиева, не было у Атамбаева, Женебекова не было, у Сады Ржапарова тоже не вижу я. Более того, что я вижу, вот я сразу же первое в своем выступлении, когда освещал, сказал же, у него чисто такой популистский подход, у него с 2005 года он 15 лет горцевал на одной теме. Кумтор вернем государству, и Кыргызы заживут счастливо. С этой популистской темы он соскочил прямо в день, когда его, второй раз вот это было заседание Жигургуканюши, когда его предлагали на пост. Там его соратник, я так понял, они согласовали, задает вопрос, что будет с Кумтором. Он говорит, повозвращает государственную собственность, там золота мало будет, смысла нет. Понимаете? Он сейчас, так грубо говоря, такое выражение есть, переобувается. Вот единственная его программа, его конек, это был популистский чисто ход. Мы заберем Кумтор у инвесторов, вернем государству и будем жить счастливо. 40% дохода приносил Кумтор в бюджету Кыргызстана. И людям, картинка красивая там была, огромные белазы, черпаки черпают, золото, типа сейчас если вернем государству, поделим и все будет хорошо. Но он сошел с этой популистской идеей, первый же день, еще не приняв власть. А другой темы нету, программы нету. Здесь проблема в чем? Это всех этих, которые советские экономики, республики, экономика у них совсем была, знаете, плановая экономика, завязана на союз. Союз, никто не имел на внешней рынке, мало имели, да, не имел никакой такой роли, выход, экспортный потенциал. Здесь надо устраивать экономику заново, сферу услуг надо развивать, не надо ставку делать на промышленные предприятия. Вот у нас в Казахстане, смотрите, у вас один Кумтор в Кыргызстане, у нас тысячи Кумторов, тысячи. Ну толку-то нет, три с лишним года дефицит бюджета 40% республики Казахстан, понимаете? Почему? Потому что Натарбаев тоже делал ставку у него, это плановая экономика, на крупные предприятия, которые в советское время содержали бюджет, горнодобывающие, нефтеперерабатывающие, нефтедобывающие, экспорт нефти, экспорт нефти. А самое главное, что экономик поднимает сферу услуг, она всего занимает 50 с лишним процентов, 55-58%, она в упадке. Во всех странах, это я в программе своей писал, прирост ВВП дает сферы услуг. Любую страну возьмите, Японию, Америку, Германию, сфера услуг занимает 75-80% ВВП. У нас в Казахстане 55-58%, в Казахстане, я думаю, так же. Вот на что надо уклон делать. Ну, конечно, чтобы реализовать эти проекты, нужны деньги. А деньги, я до этого тоже материал освещал, что Россия это не та страна, Кремль, которая будет помогать Харгызской Республике, чтобы она развивалась. Более того, она всячески будет плести интриги, чтобы она всегда была зависима от Российской Федерации. Нужен, знаете, аналог плана Маршалла. Я сейчас в 1947 году, по-моему, разработан был, это госсекретарь США разработал план Маршалла. Это помощь послевоенная, когда развал был Европы, Германии, Японии, Испании, Франции. Они оказывали финансовую помощь, выделяли и там работу большую проводили для того, чтобы рынки сбыта наладить. Поднимали экономику. Он сработал. Мы же видим, да, быстро восстановилась и ФРГ, которая была разрушена. В отличие от ГДР, которая сотрудничала с Кремлем. Вот разница, когда ты дружишь с Кремлем и Вашингтоном. Я не сторонник, знаете, вот, давайте там Америку поддержим или Кремль. Мудрое слово есть. Вот у России, они же говорят, что у нас это, самый главный наш друг, это армия и флот России. Ну, в Кыргызстане нет армии и флота. Народ, вот самый главный, верный друг власти должен быть, да. И должны, остальными надо с ними строить отношения. Не надо поклоняться ни Кремлю, ни Америке. Где есть выгоды для государства, надо с ними строить отношения. Конечно, если бы, я говорил же, если бы в Казахстане власть была бы нормальная, 100 миллиардов долларов на фонде лежало на год назад. Можно было работать, поднимать экономику и Казахстана, и Казахстана, и Узбекистана, это братские страны. Дело в том, что дебилы сидят у власти Казахстана. Нет никакой программы. 30 лет сидит Назарбаев у власти, нет программы развития страны. Поэтому Казахстан безработица, поэтому сейчас казахи уезжают и в Россию, и в Европу, и в Азию, в Корее работают. Видите, у нас общие проблемы. Ну, мы речь ведем о Крыжской республике. Эйфория пройдет, дорогие друзья, от любви до ненависти. Один шаг. Вот как возносили в свое время Бакиева, Атамбаева, Жейенбекова, чтобы с Адыржапарова не повторилась их история, нужно создать, написать программу развития Крыжской республики. Экономику нужно поднимать. Вот на что главное должны быть направлены все усилия. Для этого надо привлекать экономистов, юристов и искать инвесторов. В России вряд ли найдете. Японию надо приглашать, американцев, да. Вот в этом направлении надо работать. И нет необходимости сейчас, конечно, конфликтовать с Кремлем. Силы неравные. Вот нужно как-то находить какой-то компромисс, балансировать. У Кремля своих проблем хватает. Им не нужно, конечно, в Кыргызстане. Бояться не надо Кремля, но и не нужно так обострять это с Россией. Маневрировать надо. Вот мы смеемся над Лукашенко. 20 лет маневрировал, миллиарды с Россией он брал, да, Лукашенко. Ну ладно, это другая тема. Мы говорим о Кыргызской республике. Если народ Кыргызстана хочет, чтобы от вот этой революции был результат, позитивный результат, положительный результат, вот нужно сейчас, чтобы Садыр Жапаров создавал какой-то компромисс с политическими партиями, в первую очередь они нашли, и написали программу развития страны. Я не знаю, кто это, Садыр Жапаров сможет, или какая-то другая партия. Ну нужна реальная программа. Что такое программа? Это же не просто журналист, знаете, сел, там написал за час-два. Это анализ ситуации в стране, экономику. Какие слабые стороны? Почему это развал происходит? Как вывести экономику, промышленность, сельское хозяйство, экология тоже? Ну масса вопросов, допустим, я написал у себя движение Еркангаза, 27 пунктов. Масса вопросов. Заручился сейчас поддержкой огромной, любовью народа, да, но я еще раз повторюсь, от любви до ненависти один шаг. Вот это сейчас то, что народ поддерживает, это надо выборы срочно провести юридически и грамотно, парламент, заручиться большинством в парламенте, чтобы свои планы реализовать. Ну и главное, чтобы эти, конечно, планы были. Я повторяюсь несколько раз уже, да, просто посмотрите примеры Украины. Зеленский же на волне народной любви зашел, полтора года уже сидит, программы нету. Чем они занимаются? Они всем правительством бегают, просят МВФ дать кредит 5 миллиардов долларов. Вот я сейчас недавно видел, там Джонсон что-то подписывает им, подкидывает. Ну программы-то нет развития страны. Если программы нет, видений нет, ну как это можно? Это же не малое предприятие какое-то. Давай сегодня картошку будем сеять, давайте капусту будем сеять или там кшить сапоги. Государственному управлять это совсем другое, это же не бизнес малый. Вот такое видение, как бы то ни было народу Харгастана, братскому народу Харгастана, удачи от всей души желаем, чтобы нашли, вышли из этого кризиса и поставили, наконец, страну на путь развития, чтобы не получилось вот опять через три года, через год там, или через два года, вот. Поверили, нас не получилось, и опять давайте революцию будем делать. Ну это уже будет, знаете, это уже будет не смешно. Благодарю за внимание.